Приветствую вас. Значит, первое, что хочется вам сказать. Алина, это, наверное, то, что вы боитесь измены. И вы боитесь того, что парень будет вам изменяться. В Розле это случилось только сейчас. Скорее всего, был какой-то неудачный опыт у вас. И этот неудачный опыт стал возможен благодаря, с одной стороны, вашему поведению, конечно же, определенному, которая, ну, не прямо, может быть, но подталкивала мужчину к тому, чтобы вам изменять. С другой стороны, это сам мужчина, которого вы выбрали, ну, для себя, для отношений, да. Вот. И он, этот человек, который оказался, вот, не способен увидеть именно в вас что-то такое, вот, знаете, лично, духовно, да, если речь пошла уже про измену. Например, или бы родой, если он, там, ну, обращал внимание, там, на других девушек и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, здесь ситуация, она, вот, такая, такого плана. Поэтому, я полагаю, что крайне желательно ваш прошлый опыт, каким бы он ни был, да, изучить. Потому что, совершенно очевидно, что он влияет на вас и влияет достаточно негативно. Вот. И именно по, ну, именно по той причине влияет негативность, что теперь вы можете, ну, мужчин подозревать в измене, да. То есть, вы пытаетесь как-то, вот, предопределить характер, может быть, человека. Именно предопределить вы хотите его, предопределить вы пытаетесь поведение человека. Вот. А это невозможно, потому что мужчина может не быть, как вы говорите, бабником, вот, вообще. Но с вами он может этим самым бабником стать. Вот. Просто потому что, к примеру, ему, ну, ему не будет хватать, там, от вас чего-то, да. То есть, он не будет себя чувствовать рядом с вами мужчиной, вот, и так далее. То есть, здесь очень многое зависит именно от вашей, от вашей, вот, модели, поведенческой модели. Вот. А, как бы, и всё. Очень многое зависит от вашей поведенческой, ну, от того, как вот вы выстраиваете свою женскую модель поведения по отношению к, ну, к мужчинам, да. То есть, чтобы, что мужчина получает, находясь с вами в отношениях. Я понимаю, что это звучит достаточно так, ну, меркантильно, но, тем не менее, это очень важный момент. Именно по той причине, это важный момент, по той простой причине, вот, что от этого, от него зависит по факту, то, как дальше будут развиваться ваши отношения. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Следующий важный момент, это то, для чего вы устраиваете отношения с мужчиной. Ну, вообще зачем? То есть, что вы хотите, какая цель отношений. Вам понравился сам человек, и вы хотите сделать его счастливым, например. Или вам нужно что-то самое для себя, и вы нуждаетесь именно в этом. То есть, здесь вот тоже есть такой, достаточно важный, как, я надеюсь, вы понимаете, момент, без которого невозможно иметь полную картину происходящего. Вот. То есть, вот, в принципе, такая история. В принципе, такой момент, вот, который я хотел бы до вас донести, донести. Если вы сомневаетесь в человеке, да, то вопрос можно поставить именно так, да. То есть, как, собственно говоря, вы его воспринимаете? То есть, что он для вас представляет? Вот. Вот примерно на эти вопросы вам желательно найти ответы. Вот. А, возможно, возможно, вместе с психологом, то есть, вам совершенно не нужно одной все это проходить. Вот. То есть, мы в этом смысле можем вам помочь. Вот. Такой вот ответ. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне куличку, если вы захотите данную ситуацию проработать. То есть, может быть, может быть, более, ну, более подробно. Вот. Если вам захочется поговорить об этом, если вам захочется выразить это. Вот. Вот. Значит. Обращайтесь. chocolate. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго удачи. И надеюсь, что ситуация, в которой оказалось, разрешится.